В эфире телеканал Обидное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Отчет главы Ленинского городского округа по итогам социально-экономического развития муниципалитета за 2022 год. Главный принцип, которым мы руководствуемся – житель всегда прав. Строго по графику депутат МОСОБЛДУМа Владимир Жук проверил ход комплексного благоустройства в дворах на Березовой и Ольховой улицах. Мы здесь, посмотреть, как потрачены деньги, как они тратятся, как идут процессы, нет ли проблем с ходом производства работ. В деревне Сопронова скоро откроется первое в Московской области отделение обслуживания, вызвав на дому. Выполнен полностью чистовой ремонт, закуплено офисное и медицинское оборудование. Глава Ленинского городского округа отчитался по итогам социально-экономического развития муниципалитета за 2022 год. Об основных темах доклада и планах расскажет Юлия Погасьян. Ленинский городской округ – динамично развивающаяся территория Московской области. Один из локомотивов региона в социальном и экономическом направлениях. Об этом сегодня в своем докладе говорил глава муниципалитета Алексей Спасский, который отчитался о проделанной работе администрации в 2022 году. В основе нашей деятельности по-прежнему лежит идеология лидерства, работа на результат, чтобы во всех сферах жизни люди видели перемены. Главный принцип, которым мы руководствуемся – житель всегда прав. Здравоохранение, дороги, жилищно-коммунальное хозяйство, образование и волонтерство – вот основные темы отчета главы. Территория Ленинского городского округа активно застраивается. Количество населения растет. Но вместе с тем улучшается и инфраструктура. Так, в 2022-м открыто 7 медицинских учреждений. Подстанция скорой помощи, центр экзопротезирования. На следующий год планируется строительство двух больших поликлиник. Достаточно большое внимание уделяет и губернатор наш Андрей Юрьевич. Своему обращению это подчеркнул жителям и сегодня Алексей Петрович. Конкретизировал, какие у нас новшества и какие у нас изменения в сфере здравоохранения в виде новых объектов лечебных учреждений. Это, безусловно, все нацелено на выздоровление и на удобство, и получение высококачественной и быстрой медицинской помощи для наших жителей. Не отстает и образование. С начала 2022 года открыто 6 детских садов и одна школа. Свои двери для учеников скоро распахнут еще несколько образовательных учреждений. Большое внимание уделяется работе с молодежью и патриотическому воспитанию. Спорт – вот еще одно важное направление развития Ленинского округа. Я, конечно, в восторге от того, что 50-метровый бассейн будет построен, потому что даже в Москве нет муниципального 50-метрового бассейна. Алексей Петрович сказал, что он будет муниципальным. И очень благодарно и губернатору, конечно, Андрею Юрьевичу, сдержал свое слово. И Алексей Петрович, который, наверное, эту проблему держал в своих руках и контролировал. Еще во время пандемии в Ленинском городском округе укрепилось волонтерское движение, представители которого одними из первых активно подключились в работу по поддержке бойцов специальной военной операции и их семей. Осенью прошлого года в округе заработал Центр поддержки участников специальной военной операции и их семей. Особое внимание детям. Они бесплатно посещают муниципальные детские сады, бесплатно питаются в школах. Хочу поблагодарить всех, кто вносит свою лепту в сбор гуманитарной помощи, участвует в оснащении и укомплектовании наших военных всем необходимым. Все эти изменения были бы невозможны без активной позиции жителей округа, которые проявляют интерес к тому, каким будет их дом, где они растят детей и строят свое будущее. В тесной связке с населением удается реализовать важные для комфортной жизни задачи. Открытая власть – приоритет работы главы Алексея Спаскова и всего аппарата администрации Ленинского городского округа. Юлия Погосьян, Сергей Ларин, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Вид на этого. Более подробный материал об отчете главы муниципалитета смотрите в завтрашнем выпуске новостей. Жители микрорайона «Зеленая аллея» обратились к главе округа с просьбой обустроить пешеходные зоны, соединяющие Новый ЖК и город Видно. Алексей Спаский выехал на место, чтобы решить этот вопрос. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. Анна Сергеева рассказывает, после переезда в новый жилой комплекс столкнулась с проблемой отсутствия пешеходных дорожек в микрорайоне. Был достаточно проблемный выход из жилого комплекса. Мы, по сути, были отрезаны от города. И вот второй участок на углу 11-го дома «Зеленых аллей». Здесь, к сожалению, тротуар полностью отсутствовал. Люди входили народными тропами. С этим вопросом жительница обратилась в администрацию муниципалитета. Разобраться в ситуации приехал глава Ленинского городского округа. Алексей Спаский посмотрел все проблемные участки и выслушал пожелания. Было принято решение обустроить спуск у 11-го дома в «Зеленых аллеях» к пешеходному переходу, ведущему к центральному парку города Видное. В этом году, как временные меры, обустроить лестничный спуск, обустроить специальные пандусы для колясок, для инвалидных колясок, для мам с колясками и подвести это к парку. Те машины, которые запаркованы, которые мешают проходу, они будут переставлены в другое место. И установлены такие деленаторы-ограничители, чтобы в будущем машины не парковались на этих местах. Работы начнутся уже 1 июля. В течение месяца в микрорайоне пройдет целый комплекс мероприятий по благоустройству территории. Возле нашего жилого комплекса там тоже почистили тротуар, убрали строительные плиты. Мы теперь не выходим на дорогу, мы теперь будем ходить по тротуару. Это в этом году. И в следующем году Алексей Петрович сказал, что найдут возможность сделать тротуар по нашей стороне, чтобы мы могли спокойно, беспрепятственно выходить в город. На следующий год мы взяли в проработку обустройство тротуара непосредственно с другой стороны. Сейчас мы проводим, как с МИТО мы уже посчитали, проводим такие предпроектные работы. Стоит отметить, что совсем недавно сделан удобный тротуар в Центральный парк и жилого комплекса «Зеленые аллеи». Пешеходная зона заметно сокращает путь в город Видное. В дальнейшем на этом участке будут проведены работы по обустройству входа. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Депутат МОСО Болдумы Владимир Жук – частый гость в муниципалитете. На этот раз под его пристальным вниманием оказалось комплексное благоустройство дворов на Березовой и Ольховой улицах. С началом лета стартовали работы по комплексному благоустройству при домовых и общественных территориях на улицах Ольховой 4, 6, 8 и Березовой 3 и 5. Дома здесь построены 17 лет назад. И с тех пор такой масштабной реновации еще не было. Обновить планируется буквально все. Это ремонт, замена асфальта, замена бортового камня, работа по озеленению, устройство детской игровой площадки и благоустройство территории в районе фонтана. То есть это замена маф, лавки, урны, устройство амфитеатра, ремонт лестниц, озеленение и замена площадки в аркаут. Чтобы проверить ход работ, на объект приехал депутат Мособолдумы, член фракции «Единая Россия» Владимир Жук. Парламентарий прошелся по улице, пообщался с жителями, заглянул в один из домов. В рамках комплексного благоустройства новый облик обретут три подъезда. Здесь будет видеонаблюдение современное установлено, безопасный регион, то есть все как положено. Потолки старые, вот эти все будут убираться, будут современные грильята, которые такие с дырочками, квадратиками идут, освещение энергосберегающее. Ну то есть такой здесь современный вид будет. Входные группы уже практически преобразились. Меняются двери, полностью новая плитка на полу и стенах, радует глаз только что покрашенные лифты и почтовые ящики. Впечатления хорошие, нравится, конечно, все новое, все свежее, всегда отрадует. Второй – это благоустройство усовершенствования территории у фонтана, где заиграют новыми красками детская и спортивная площадки, появится зона воркаут и удобное пространство для отдыха. Все идеи благоустройства были согласованы с местными жителями. И одним из главных пожеланий видновчан было хоть немного решить вопрос с парковками. Основная работа шла здесь с жителями по парковочным карманам, потому что проезды узкие. Мест не хватает, запаркованность большая. И с жителями ближайших домов обсуждали расширение территории в сторону газонов таких, как назвать их, газонами тяжеловато. И добавили практически 50 машиномест за счет расширения, за счет укладки нового асфальта, расширения борта. Завершить работы планируется в течение полутора месяцев. И сроки эти реальные, так как уже сейчас все идет строго по плану. Но главное не сбавлять темп. Некоторые работы финансируется управляющая компания, некоторые идет софинансирование. Но основные средства – это бюджет Московской области. Поэтому мы здесь, посмотреть, как потрачены деньги, как они тратятся, как идут процессы. Нет ли проблем с ходом производства работ. Может быть, надо выстроить какие-то коммуникации. Но, насколько я понял из разговора, тут все выстроено уже. И вопросов по работе, по материалам, по финансированию никаких нет. Посетить уже обновленные дворы на Ольхово и Березово Владимир Жук планирует еще раз по окончанию работы. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. В микрорайоне «Первый квартал» в деревне Сопронова завершилось строительство первого в Московской области отделения обслуживания вызовов на дому. В помещении выполнен ремонт, завезено офисное и медицинское оборудование. Подробности в нашем следующем сюжете. Отделение неотложно медицинской помощи. В Виновской районной клинической больницы в муниципалитете работает уже больше года. Совсем скоро в деревне Сопронова откроется его подразделение. Оно станет первым в Подмосковье. Помещение площадью 180 квадратных метров находится на первом этаже жилого дома в проекте «Первый квартал». Выполнен полностью чистовой ремонт, закуплено офисное и медицинское оборудование. Для приема звонков от населения в помещении оборудован колл-центр. Также есть кабинеты врачей, заведующие, комнаты отдыха персонала, картотека. Ежедневно на смену будут выходить 20 медиков. Смена рассчитана на 600 вызовов в день. Это специалисты как среднего, так и высшего медицинского персонала, то есть врачи и фельдшерский состав. У нас работают терапевты, педиатры, патронажные медицинские сестры. В распоряжение медиков поступят новые бесконтактные термометры, тонометры, пульсоксиметры и глюкометры, аппараты для ЭКГ и измерения билирубина в крови. Застройщик приобрел также укладки для неотложной медицинской помощи и комплекты зимней униформы. Данное отделение поможет пациентам, которые по состоянию своего здоровья не могут посетить лечебные учреждения. Также раскрузят терапевтов и врачей общей практики в поликлиниках и сократит время прибытия бригады на дом. В данный момент готовится исполнительная документация для передачи отделения Видновской городской больницы. Вызовы будут приниматься по уже привычному номеру телефона 122 через портал госуслуги и чат-бот «Денис» в Телеграме. Вызовы будут приниматься от населения всего Ленинского городского округа. Есть несколько категорий этих вызовов. То есть это первичное обращение, которое обслуживается в течение 24 часов. Это активные вызовы, переданные нам со скорой медицинской помощи. И неотложные вызовы, которые в течение двух часов должны быть нами обслужены. Есть в новом помещении и кабинет телемедицины. Здесь можно будет получить консультацию врача или фельдшера в случае, если пациенту не требуется медицинский осмотр. Разговор может быть осуществлен через чат, телефонный звонок, а также по видеосвязи. Ожидается, что отделение обслуживания, вызовов на дому в новом здании, заработает уже в середине августа. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. Видно этого. 22 июня 2023 года в 12.15 по московскому времени по всей России объявляется минута молчания, минута скорби. 82 года назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война, которая длилась 1418 дней, 4 года ожесточенных сражений и героических подвигов в борьбе с фашистскими захватчиками. В годы войны погибло более 27 миллионов человек, защищая свой дом, свою семью, свою родину. Давайте присоедимся к акции и вспомним одну из самых трагичных страниц истории нашей Родины. Участвуйте в акции «Минута молчания» и вы. Авторская программа Александра Синицы многим видновчанам, больше известного как «Клоун Аликс», выходит всего три месяца. За это время участниками развлекательного шоу стало немало гостей и жителей округа. О талантах и поклонниках из пятого выпуска расскажет наш корреспондент Галина Житкова. Завоевать доверие зрителей не так-то просто. Тем более тех, кто оказался буквально случайным свидетелем концерта. Всесезонная эстрада возле кинотеатра «Искра» давно стала местом творческих встреч. Александр Синицы, которого видновчане больше знают, как «Клоун Аликс», задумал свою авторскую программу «Объявите меня, пожалуйста», как площадку для выступления талантливых людей округа и приглашенных друзей, артистов цирка. Знаменитая «Клоунесса» Наталья Мезенцева продемонстрировала зрителям свое мастерство и предложила попробовать свои силы в этом непростом цирковом жанре. «Властелина колец! Ваши бурные аплодисменты!» «Танец за бручами!» Специальным гостем программы стала главный редактор телеканала «Видное ТВ» Татьяна Брылова. Талантливая сольная исполнительница впервые представила широкой публике произведения собственного сочинения и любимые эстрадные песни. Одна из поклонниц хорошей эстрадной песни Елена Ястребова подарила Татьяне раритетную пластинку 1973 года с песнями Клавдии Шульженко. А подруга главной героини Марина Иванова приехала поддержать из Ступина. «Таню я знаю уже порядка 20 лет. Это очень замечательный, добрый, надежный, отзывчивый, дорогой человек». За ретро-нодки концерта отвечал хор «Верной подруги» из Центра социального обслуживания «Домодедовский». Народные песни и зажигательные частушки затронули струны души многих зрителей. Душевный праздник для всех поколений понравился. Зрителям многие уже ждут следующего выпуска авторской программы «Объявите меня, пожалуйста». Галина Житкова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.